На календаре последние дни февраля и практически всю зиму жизнь в городе идет в обычном комфортном русле. То, что отопительный сезон 2023-2024 не преподносит нам сюрпризов в виде холодных батарей и отсутствия горячей воды в кране – бесспорная заслуга энергетиков. Для того, чтобы подача тепла шла бесперебойно, в межтопительный сезон коллективом филиала «Пинские тепловые сети» выполнен весь комплекс подготовительных мероприятий. Как раз в этот период коллектив филиала возглавил опытный специалист с большим стажем работы в энергетике Александр Царюк, который с первых дней активно включился в работу. Сегодня Александр Сергеевич уверенно держит руку на пульсе жизни коллектива. Самые слабые участки тепловых сетей по статистике отказов за предыдущие годы, они в принципе были внесены в план ремонтно-восстановительных работ, то бишь производились превентивно ремонт данных участков тепловых сетей, то есть раскопка, замена наиболее изношенных участков тепловой сети. И также часть участков тепловой сети были подвергнуты реконструкции, то есть это качественное изменение состояния, то есть применены предизолированные трубы. То есть в частности уже все наслышаны про улицу Первомайская, скажем так, основной инфраструктурный проект 23-го года, который реализовывался, РУБ «Бристонерго». Параллельно работа велась, соответственно, на теплоисточниках нашего филиала. Это всем известная Пинская ТЭЦ, это западная Мини-ТЭЦ в городе Пинске. Определенные плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту основного оборудования наших теплоэлектроцентралей. Энергетики завершили работы полным благоустройством, и это визитная карточка предприятия, которая доказывала не раз высокое качество работ, полностью восстанавливая нарушенные в процессе производства работ элементы инфраструктуры. Надо дать должное руководству города, что ни один из вопросов благоустройства не остается без внимания, поэтому здесь особое внимание со стороны исполнительной власти. И, соответственно, те проекты, которые реализует наш филиал, мы же реализуем его не сугубо собственными силами. То есть мы организовываем, проводим процедуру выбора подрядчика на выполнение данного вида работ и привлекаем наиболее опытных представителей строительных организаций города для выполнения уже проверенных годами, так сказать, людей, которые знают свое дело и нацелены на результат, которым тоже не безразлично вопросы благоустройства нашего города. Кроме работ по реконструкции теплосетевой инфраструктуры на наиболее слабых и ответственных участках теплосети проведены плановые ремонтно-восстановительные работы. Уже сегодня на основе глубокого и всестороннего анализа сформированы планы по объемам работ на инфраструктурных объектах на нежотопительный период 2024-го, и масштабная подготовка уже ведется. На данный год мы определяем теплотрассу, которая нуждается в этой реконструкции, это по улице Коржа, если считается в однотрудном исчислении, это порядка 800 метров, и если в рублевом эквиваленте где-то 1 миллион 600 тысяч белорусских рублей инвестиций в данный инфраструктурный проект. Такие масштабные работы требуют четкой логистики и согласования со многими службами города, в том числе и корректировки транспортного и пешеходного движения. Но нужно четко понимать важность и необходимость таких мероприятий и какая ответственность возложена на коллектив филиала. От профессионализма энергетиков, четкого выполнения поставленных задач, зависит комфорт и уют в наших домах и квартирах в любое время года, тем более, когда на улице минусовая температура. У нас запланировано большое количество участков под ремонт, то есть под это тоже отводятся достаточно значительные средства. Без малого 2,5 миллиона белорусских рублей запланировано на ремонтно-восстановительные работы. Это те участки тепловых сетей, которые именно под ремонт, не под реконструкцию, но под ремонт. То есть наиболее изношенные участки, по которым есть риск возникновения аварийных ситуаций, они будут подвергнуты превентивной замене. Сегодня акцент ставится в первую очередь на качество теплоснабжения, его надежность и энергосбережение. Важная роль отведена снижению процента износа тепловых сетей и тепловых потерь. Одно из направлений, скажем так, один из вариантов решения данного вопроса, это, конечно, полномерная работа по реконструкции и замене наиболее изношенных участков тепловой сети. Очень хороший прирост, в хорошем смысле этого слова, дает замену именно дворовых территорий. Поэтому на этот год наметили очень большую протяженность именно дворовых территорий. Они очень положительно сказываются на снижении процента тепловых потерь. Протяженность, которая намечена под ремонт, это более 5 километров. Это в основном будут внутри дворовые территории, часть будет проходить на основных улицах в том числе. Еще один важный фактор надежности и бесперебойности – подготовка, наладка, испытания энергетического оборудования. Последствия сбоев могут быть самыми негативными. И в филиале пинские тепловые сети хорошо понимают это. Поэтому и к предстоящему отопительному сезону 2024-2025 годов сделают все возможное, чтобы, как и в прошлые годы, сработать в период низких температур на отлично. Цели взяты амбициозные, поэтому еще раз мы с каждым годом работаем на повышение надежности теплоснабжения потребителей. Пинские тепловые сети – один из элементов разветвленной структуры белорусской энергосистемы, основной задачей которой является надежное теплоснабжение потребителей. Жители города, организации, предприятий обязаны и всегда уверенно несут тепловую нагрузку круглый год. Еще большую ответственность налагает на энергетиков 2024-й – год качества. И в этом направлении выработана четкая стратегия. Дополнительная задача, которая ставится, доводится до нас с Минска – повысить качество предоставления услуг населению. То есть качественные ответы на обращение. То есть не оставлять без внимания ни одно из обращений населения. То есть более качественная их проработка. Вот опять-таки более быстрый отклик на заявки потребителей, на подключение, допустим, к услуге, на обслуживание счетчиков и так далее. То есть все, что связано с предоставлением услуг населению, то есть сейчас, скажем, дан задел на то, чтобы увеличить качество услуг в данном направлении. Пойти еще ближе, стать к потребителю, так сказать, понимать с полуслова. Коллектив пинских теплосетей с честью несет серьезную и сложную вахту отопительного периода. А потому не нарушается четко налаженная жизнедеятельность каждого жителя, каждой организации, предприятия и учреждения. Старт подготовки предстоящей отопительной кампании уже дан.